Добрый день, коллеги! Работа с подростками часто вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, они уже не дети, многое понимают. С другой, слишком переменчиво их настроение и поведение. Как сделать работу с подростками на уроках английского языка менее стрессовой и получать от нее удовольствие? Как мотивировать учеников? Будем разбираться в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте, это кризисный центр для учителей и работающих с подростками. Вам нужна помощь? Да. Здравствуйте, коллега. Я введу прямое включение с урока английского. Дисциплина на нуле. Меня обстреливают бумажками. Что делать? Коллега, вас понял. Первая рекомендация – поспешите в укрытие. Безопасность учителя – первое правило нашей работы. И начнем с азов. Разберемся, кто такой подросток, чтобы стало понятней, что с ними делать. Коллега, коллега, пожалуйста, быстрее. Я ушел в укрытие, но долго и тут не продержусь. Типичный подросток – человеческое существо 12-17 лет. Импульсивен, противоречив порою групп. Отвергает авторитет и боится выделяться из группы. Идет процесс формирования личности. Этот период жизни необходим каждому человеку для полноценного взросления. Как и любых учеников, подростков важно замотивировать. Так я и мотивирую сдачу экзаменов. А то сдашь ЕГЭ на двойку, закончишь школу со справкой, и куда потом? В дворники? В бандиты? Или, упаси боже, в тиктокеры? Коллега, на этом далеко не уедешь. Подросток должен захотеть чего-то сам и увлечься. Он уже не просто малыш, который пытается понравиться взрослым. Он – личность. А перспектива провалить экзамен пугает, а не мотивирует. Представьте, вам сейчас скажут, что вы год должны готовиться к экзамену на тракториста. Не объясняю, почему. И это будет неоплачиваемая учеба. Вы пойдете? Для подростков пока не так очевидна ценность образования. И это нормально. Подберите тему урока близкую подросткам. Например, если по программе нужно поработать с биографией знаменитости, спросите, о ком им интересно узнать. Дайте почувствовать, что их мнение важно. Да, задача непростая, но ведь мы профессионалы. Не знаете, в какой форме с этим работать? Загляните в брошюру от SkyTeach, которую можно скачать по ссылке прямо под этим видео. Там описаны игры и креативные задания. И она абсолютно бесплатная. Ну скажите тоже игры. Им же надо сначала правила выслушать. Им же английский не интересен. Вот, Сидоров, одни двойки, только рисует на уроках. Возможность. Сидоров за много лет плохих оценок по английскому решил, что это не его и перестал пытаться. И в ситуации успеха последний раз был в начальной школе. Попробуйте проектную и групповую работу. Подберите интересные детям материалы и темы. Не забывайте дать и им свободу принятия решений. Это очень важно. Так у Сидорова получится заняться тем, что у него получается лучше всего. Оформить постер, например. Он перестанет чувствовать себя лузером. А что, если у Сидорова постер будет некрасивый? Все равно найдите мелочь, за которую можно похвалить. Найти ее – это ваша работа. Если похвалите неискренне, мнительные подростки все почувствуют. С соревнованиями среди тинейджеров тоже надо осторожно. Бывают дети, которым они сложно даются. Но если ребята подобрались активно и вы планируете устраивать что-то подобное, обязательно загляните на Sky Teach Blog. Там у них сегодня вышла статья о том, как поддерживать соревновательный дух на онлайн-уроках с подростками. Ссылочка под видео. Хммм, конечно, вы советуете детей хвалить. А за что их хвалить, если вся группа хором говорит, что у них нету сил на английский, потому что все истратили на химии. И знаете, коллега, скорее всего, они говорят правду. Подросткам необходимо чередовать напряжение и расслабление. Учитывайте это при планировании уроков. Предстоит сложная тема – чередуйте ее разминками. Скучная подготовка к экзамену – обещайте игру в конце занятия. И с подростками – это особенно важно. Обязательно сдержите слово. А если сложно придумать интересный урок с нуля, пройдите в Sky Teach курс по методике преподавания подросткам от Артема Морозова. Ссылка в описании под видео. Опасаюсь все это я на группе учеников применять. Засмеют еще, а потом авторитет не восстановишь. Прекрасно понимаю. Поэтому я рекомендую тренироваться на индивидуальных занятиях. Ведь один на один проще понять характер и интерес ученика. И даже, возможно, напрямую узнать у него об увлечениях сверстников. Чтобы сэкономить время, индивидуальные занятия можно вести онлайн. Например, в Skyeng. Ведя уроки из дома. Спасибо, коллега. Выручил. Буду выбирать из укрытия и снова в бой. И так, чтобы работать с подростками эффективно и комфортно, ориентируйтесь на их интересы. Чередуйте напряжение и расслабление. Помните об их особенностях и дайте им самостоятельность. И последнее. Очень важное правило. Не забывайте о своей эмоциональной безопасности. Не стесняйтесь обсуждать проблемы с коллегами. И учитесь строить диалог с самими учениками. Призовите на помощь школьного психолога, если у вас сложный класс. А если вы работаете в онлайн-школе, вам всегда подскажет методист. И, конечно, не забывайте смотреть канал Sky Teach на YouTube. Подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Будете в курсе всех наших новых выпусков. Удачного дня вам, дорогие учителя английского. Субтитры сделал DimaTorzok